Уже практически традиционно в конце каждого месяца Телеграм выкатывает свежие обновления. Этот раз не исключение. Новая версия имеет номер 7.1 и приносит нам парочку интересных нововведений, среди которых комментарии. Время готовить ваши пальчики для разборок, флуда и скандалов. Телеграм продолжает наступать на пятки социальным сетям. Давайте разбираться поподробнее, что там к чему. Это канал Телеграммер, еще не со мной. Подписывайтесь прямо сейчас и будьте в курсе всех событий. Свежий апдейт мессенджера Павла Дурова принес нам фильтры для поиска. Теперь искать сообщения с нужными типами вложений стало удобнее. Можно посмотреть результаты поиска на отдельных вкладках, медиа, ссылки, файлы и так далее. Очень интересно продуман выбор диапазона дат. Достаточно просто написать в строке поиска 30 сентября или вчера, и Телеграм предоставит вам материалы по выбранной дате. Похожим образом, можно искать по сообщениям от определенного пользователя, группы, канала или бота. Как сообщает официальный сайт Телеграма, фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга. Таким образом, вы сможете быстро найти, например, все аудиофайлы со словом «Календарь в подписи», отправленные 3 сентября. А вот события в Беларуси побудили Телеграм улучшить приватность мессенджера в отношении администраторов групп. Помните историю с пропажей администратора одного из популярных Телеграм-каналов? Всем привет! Меня зовут Вадим Чуяков, я создатель проекта Акты Гринфо. Позавчера вечером, 12 августа, я был задержан в Минске, неизвестными в черных масках. Так вот, сейчас с ним все в порядке, но факт пропажи остается фактом. Итак, в новом обновлении Телеграм появилась возможность скрывать и делать анонимными создателя и администраторов группы. Если включить анонимность в списке прав администратора группы, этот администратор будет скрыт из списка участников. Сообщения от админа в чатах отображаются как посты от имени группы, при этом сами администраторы исключаются из списка участников чата. Мессенджер продолжает пополнять ряды анимированных эмоди, теперь тут появилось такси, солнце и луна, еще с десяток других классных рожиц. На канале есть отдельное видео, где я разложил по полочкам все об этих прекрасных эмоди, где их найти и можно ли создать собственные, ссылку на ролик оставлю в описании под видео. Мелкие нововведения для андроид и главное комментарии, в чем их отличие и уникальность от других соцсетей, об этом через мгновение. А мне прямо сейчас потребуется ваша помощь, ведь только благодаря вашему лайку на это видео вы даете стимул продолжать создание новых роликов именно для вас. Очень надеюсь на вашу поддержку и вообще передаю всем-всем привет, кто комментирует и поддерживает лайками меня и мою работу. Только благодаря вам я продолжаю делать видео и улучшаться. Особый привет передаю Руслану из Узбекистана, он очень ждет его на протяжении пары роликов и я наконец-то это могу сделать. А теперь двигаемся дальше. Обновление 7.1 приносит тоже не менее долгожданные в Телеграме комментарии, но здесь есть парочка нюансов. Начнем с главного. Если к каналу привязана группа для обсуждений, то под каждой его публикации отобразится новая кнопка для перехода к комментариям. То есть без группы комментарии для вашего канала будут отсутствовать. Комменты каждой публикации показываются отдельно, однако их можно просматривать и через группу для обсуждений. Это поможет администраторам следить за порядком, а активным участникам за всеми обсуждениями сразу. Если вас нет среди участников группы, привязанной к каналу, вы будете получать оповещения об ответах на ваши комментарии через специальный чат «Ответы». Попробовать комменты можно уже на нашем канале «Т9грамм». Ссылку я оставлю в описании и заодно приглашу вас на него подписаться, ведь там мы оперативно рассказываем о событиях, связанных с мессенджером. И, конечно же, не оставляем наших подписчиков без подборок ботов, фишек и лайфхаков. Чтобы включить комментарии, для своего канала нужно зайти в его настройки, а затем в пункт «Обсуждение». И еще парочка моментов о комментариях в Телеграме. Во-первых, они стали доступны автоматически во всех каналах, к которым привязаны группы, то есть если есть кнопка «Обсудить». Кстати, теперь она переехала в меню канала. Сейчас пользователи не могут редактировать свои комментарии, если они не состоят в чате. Статус «Печатает» отображается не только в чате, но и в комментариях. И, конечно же, администраторы могут отвечать на комментарии анонимно. Пожалуй, это самое важное нововведение в этом обновлении. И мне интересно узнать, рады ли вы ему, дорогие зрители, или же вас впечатлил какой-то другой апдейт. Обязательно оставьте ваш коммент под видео. А от себя добавлю, что сами комментарии выглядят хорошо, когда вы хотите прокомментировать какой-то пост. Но то, что комменты появляются в общей группе канала, мне кажется пока что это довольно странной ситуацией. В общем, напишите, что вы думаете. Хочу узнать ваше мнение. Отдельно для Android есть парочка новых плюшек. Так появились новые плавные анимации, когда вы вызываете или скрываете клавиатуру. А также, когда переключаетесь между дневной и ночной темой через главное меню слева. Кроме того, добавлены новые всплывающие оповещения. Например, при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедиа. В групповых чатах можно посмотреть увеличенную фотографию участника, зажав палец на ее миниатюре. А если вы пользуетесь несколькими учетными записями в одном приложении, теперь можно быстро посмотреть другие списки чатов, зажав палец на нужном профиле. Ну вот, кажется и все, что оказалось в обновлении Телеграма 7.1. Напишите под этим видео, если вдруг я о чем-то забыл. И, конечно же, скорее обновляйтесь и тестируйте новые возможности. Если вы еще не со мной, тогда самое время подписаться на канал. Во-первых, это Ютуб, и это бесплатно. А во-вторых, так вы гарантированно получаете возможность не пропускать свежие видео здесь. Так что вдобавок еще и кликайте на колокольчик. На этом все. Спасибо за просмотр. Это канал Телеграмер. Подписывайся и будь на волне тренда. Телеграмер.